Ну я, как все дети России, начала учиться в школе, закончила школу. Потом педагогический институт, преподавала в школе, в сельской школе. А потом как-то на мою жизнь, в мою жизнь пришел, наш родственник домой говорит о Боге. Я никак ничего не дала значения, просто промолчала. Потом на второй день говорит тоже, говорит про Бога. Он ночью молится, утром молится, я думаю, что ты там промочешь, что-то в своем уме, что ли он думает. А сама не обращала внимания. Потом он сказал, это родной брат моего мужа Оина Ленот. И он показывает книгу и дает мне, я не знаю, говорю, такую книгу. И он получил на шкаф. Но эта книга там, потом он уехал, помолился, уехал с моим сыном Спартаком. И мой сын Спартак вместе с дядей едой поехал. Он там в городе Козылы покаялся. Его отправили специально учиться в диалогический институт в городе Якутск. Он там отучился и приехал в город Козыл, столица республики Тава. И стал первым бастером в Тувинской республике. Но все удивлялись, что Тувинский человек говорит о Христе. Но там некоторые недовольствовали. Потом мне говорит, приходи на собрание. Я пришла, слушала. И там говорит, кто хочет принять Христа. Я промолжала и не принимала. Потом на второй раз, на третий раз я покаялась. Покаялась. В свой район приехала, в центре города. В центре столицы нашей республики там приняла. В свой район приехала. И один раз тоже пастора приезжают в наш посылок, собирает зрителей, чтобы встречать на встречу. Тогда мой сын учился в городе Якутске. И мы там организовали встречи со студентом Геологического института Оин Спартаков. И там в клубе было такое... Много интересовались. И там некоторые в конце покаялись. И было, что у меня дома будет слушать или читать, но про Бога. Мы просто ничего не понимали. Читали, вот Матвей, ничего не понимали, но приходили, слушали. Потом меня в апреле с пастора Спартак и Александра Мироненко сказали, мне надо ехать, учиться в Кемерово, христианская школа. Я поехала в апреле, в мае там отучилась. У нее ничего не понимала, но чуть-чуть стала понимать. Я приехала в свой поселок и начала читать Библии со всеми, кто приходил ко мне домой. Потом в сентябре приняли мы двое-трое, так, трое-четверо, кажется, водное крещение. И мы начали вот так. Лариса, Юрий, Салвакара, и я, Максим, и Петин. Мы вот так начали с пяти, с пяти, с четырех человек. Постепенно у нас стала так церковь. Пастор Спартак сказал, как вы будете назвать церковь? Ну, как-то думаем. Мы сеем доброе слово, значит, будем назвать сеятель. То есть на своем языке яича жикчи, а это называется сеятель. И так образовалась у нас маленькая церковь, поселок Тарахен, в таежном, очень далеком районе от столицы, республика ТВА, от города Казала. И каждый раз к нам приезжали лидеры церкви, с река жизни, сказали. Спартак, пастор приезжал каждый раз. И нас учили. Потом нас туда на конференции тоже вызывали. Ну, так как-то поступили. И я потом в соседнюю церковь пошла. Туда пошла. Утром в дом оставила брата Юрия, Салбакару, чтобы они читали Библию. Я сама пошла в соседнюю село, в соседнюю село, называемое Трагежи. И туда пришла к своей коллеге Икей Кискиевне ее. Она тоже учительская, преподавательница. Начала собрать. Я пришла туда, она позвала своих тоже. И я начала там говорить о Христе, о церкви. Мы там первый раз помолились тоже. И там я ушла обратно, домой пешком. Они после меня стали тоже так же собираться, связаться со мной. На следующие, на следующие два-три недели. Но потом тоже прошло несколько время. В соседнюю в другой поселке и тоже там были наши пастора. Сначала Александра, потом Полина. Там образовалась тоже группа. Я туда рано утром в 6 часов пошла утром, чтобы там застать их в воскресенье. Я как раз нашла тот дом, где они собирались, и я туда пошла. Я пришла им в 9 часов утра, и они удивились, что я так рано пришла пешком. Там порядком где-то 12-13 километров. И там тоже говорили про Христа, говорили про Бога, свидетельствовала о своей жизни, о чудесах божьих, об исцелении. Там тоже моя коллега учитель, Зинаида Полтанова. Мы втроем в этом поселке. Я в Синдре. Они оттуда ко мне приезжали. У меня собирались, новых приводили. Так у нас началась церковь в Тарахиме. В Тарахиме и в другом поселке, в этом поселке тоже. Постопенно росли, приходили, слушали нас, и мы читали. Хотя мало понимали, но все равно читали. Потом у нас зима проходит, меня отправляют в город Темир в апреле. И там я в мае отучилась. и так я стала руководителем этой церкви в Тарахиме Сеятел. И до сих пор говорю, у нас где-то 2000-го года свой пастор Вене Спартак, он там ведет. У нас есть в другом поселке здесь и в этом поселке тоже группу в разных домах собираем все христиане, проповедуем о Христе. Слава Господу. Еще тогда у нас совсем мало было. К нам приезжают ночью люди в белых халатах. А это было как раз Рождество. Павел Ареков с этими братьями еще соседние. Ну там еще брат Николай есть. Мы все вместе на утро собрали, собрание проводили. Жителей жителям проповедовали. слава Богу. Там было хорошо, слушали нас. Но после, когда они уехали, я преподавала, евангализировала. В том культуры пошла как это 24-25 год, потом Новый год было. Новый год специально пошла, чтобы много людей собралось около клуба. Я начала говорить, что у меня такое, такое, что есть Бог, Иисус Христос, проходите ко мне каждое воскресенье. То я так вентализировала, где собирались люди, чтобы они могли. Но мы ходили еще по улице рабочей, по домам ходили, по улице Воронковой ходили, по домам и по улице просто около магазина встречали, приглашали людей. Так некоторые принимали охотно, некоторые удивлялись, некоторые сопротивлялись. Поэтому мне так уж легко было проповедовать и вентализировать. где-то год проходит, как раз Павел Орех от меня звонит. Тогда не было телефона, где-то там сказали, что меня приглашают на телефон. Пошла и он говорит, будет начинать приехать в Красноярске, какая-то там конференция или что-то там. И я хотела завтра утром поехать. Я как раз смотрела телевизор, тебе, тогда уже мне Орехов и Саше телевизор. У меня телевизор сломался, что-то не было никак. А Павел Орехов пошел купил мне вот такой маленький телевизор со чистости. И не было других хороших, наверное. И там Тибен смотрела, и туда завтра в Красноярске ехать, слушала как раз как раз там из Сутмуртии была. Интересно было ее слушать, наших всех этих Тибенов. Слушайте. Я слушала, сидела, потом на диване сижу, заходит моя невестка пьяная, прямо. Вот эта женщина Христос говорит, за волосы меня берет, волокует меня на пол, кусает меня за волосы, за скин, за вообще меня. Что-то она начала ругать. Но внучка там в соседнюю комнату вышла, Азиана. Они ее уговаривают, дают ей воду. А в тем временем я выскочила, раздетая такая. И пришла в скорую помощь. И меня там раму перевязали. А наутро в 6 часов я в Красноярск уехала. И там меня встретила Лада, сена Павла, Павла Орехов, все они. И меня там тоже свидетельствовала о Христе. Потом я там тоже много узнала, много познакомилась с Бурятия, пастором Виктором Калманиным, миссия Стомска, пастором Лидия Гуртовой, пастор Виктор. Ну, многих там встретила. вдохновение, хотя я полная вот такая мне вдохновение, и ну, так и начала я служить Господу. Мне трудновато было в этой, конечно, но я Господь давал мне силу, давал какие-то мудрость, как поступать, как привести людей к Господу. Вместе там моя внучка и детей стали собирать, дети тоже. Дети в два часа, а взрослые утром в десять часов, а после взрослого дети собирались в два часа. Так и мама. А потом в соседние село тоже ходили, наши молодежи, и там пели песни, которые узнали вместе так-то служили. Потом у нас пастор Спартак их тоже вызывали христиан, христианское, первое христианское съесть города оказали висполька два. Мы там тоже много узнали, много интересного и прибавилось и молодежь, молодежь руководила моя внучка, детей обучала, она Азиана, еще брат жюри со мной помогает все время. Так у нас выросла церковь. Из пяти четырех, четырех, пяти стали пятнадцать, шестнадцать, иногда двадцать, иногда проходили, принимали, иногда просто возмущались, уходили. Я по воскресеньям каждый раз приглашали и как вот это как благодарить всем. Еду приготовили все время суп или что там по салату всякое и приглашала кормила. Но потом все равно песни пели, про Христа рассказывали, Библию считали. Хорошо, что приезжали по старой и это сказало сколько товаров. Кать, раз нас поддерживали, кого захотели таких все время, которые приходят, крещение водное принимали. Так у нас стало в центре церкви где-то десять человек членов церкви. И у нас нас пешля работа славу Господу. Редактор субтитров